Виталий Витальевич, ну вы говорили вчера то, что вам сегодня главное гол забить, задача перевыполнена в три раза. Я бы не сказал, что она выполнена. Задача выполнена будет после домашней игры. Если мы пройдем, тогда значит выполнена. Ни в коем случае. У нас уже есть горький опыт, когда я думаю, что была определенная недооценка соперника. Я думаю, что ребята сейчас соберутся и сыграют свой хороший матч. В целом по сегодняшнему матчу насколько вы довольны? Я доволен тем, что ребята проявили характер. Много ребят было, которые играли с листа. Корзун вообще одну тренировку провел. Тот же Игорь Шитов тоже две тренировки провел. Ребята молодцы, ребята опытные, уже поигравшие. Понятно, что было непросто. Ну, наперекор всем мы доказываем, что у нас есть команда и хорошая команда. Насколько сильно вас расстроил гол, который мы пропустили в раздевалку? Да как это? Расстроил, не расстроил. Это футбол. Здесь случился курьез от головы, мяч попал в руку. Ну, такое бывает. Но я не скажу, что мы много позводимся за соперников моментов. Наверное, основное это было, когда обрезка и был выход один в один. Только, может, я считаю, тоже был, может, такой основополагающий момент. Но, в целом, таких моментов у нас, если взять за 16 игр чемпионата, наверно, таких выходов ни разу и не было. Я, в целом, меня защитниками доволен. Но, тем не менее, Андрей, Горбунов сегодня также в тех моментах, когда должен был выручить, он выручил, по-моему, отлично. Нет, нет. К Андрею вопросов нет, так как он работает, пашет и что он показывает. Он профессионал. Если не секрет, что говорили в раздевалке? В перерыве? В перерыве? Ну, сказал ребятам, что надо играть немножко быстрее, что они дают играть и не спешить в завершающей стадии. То есть у нас были эпизоды, когда неудобно, мы почему-то бьем поворотом, понятно. Это вот и есть мастерство. Тут, вы знаете, в таких именно играх команда, она и растет, она прогрессирует. Потому что в Еврокубке это экзамен определенный для каждого игрока. Поэтому я считаю, что сегодня мы выдержали, но наша задача продолжать дальше. И интересные соперники ждут, поэтому... Но еще ничего не закончилось, только началось. Саша Макас сегодня был как Джокер в вашем рукаве? Я изначально даже планировал, может быть, других игроков. Вот. Макас даже изначально не попадал в заявку. Но я посмотрел, как он работал на тренировке на предыгровой. Так, мне понравилось его движение, поэтому я его включил в заявку. В целом, что можете сказать по сегодняшней атмосфере на матче? Как она вам? Это... это нечто. Реально, вот этот стадион, это как люди болеют. Команда проиграла 3-1, весь стадион хлопает, все приветствуют их. Нам есть чему поучиться именно у словаков. Не больше жителей, чем у нас. Какие условия, 10 полей в Академии. Все есть для такой маленькой деревушки, все есть. А у нас пока только имя. Наши полейчиков было слышно сегодня? Конечно, было. И хорошо, что молодцы ребята, что добрались. И самое важное, что порадовали людей. Ну и теперь приглашаем всех на ответный матч, правильно? Конечно. Я думаю, что придет много людей. И постараемся не повторить вот то, что было в предыдущем. Чтем ошибки. Юрий Витальевич, выходя на второй тайм, в большинстве не было такого желания побыстрее, так сказать, забить гол? Ну, ни в коем случае эта игра состоит из двух матчей. Единственное, что я ребятам сказал, играть на такт быстрее. Но ни в коем случае не раскрываться. Понятно, что они рассчитывают только на 15 номера, на нападающего. Потому что он у них такой основной. В конечном итоге он и вышел один в один, и не забил. Но ни в коем случае, наоборот, я сказал, играйте быстрее, все. Но в заключительной стадии именно атаки доводите эпизод до конца, до логического. Не спешите. Сегодня очень хорошо сыграли фланги. Фактически все три гола были пустых фланговых навесов. Потому что центр был закрыт. И поэтому важно то, сколько людей было в штрафную. И на последней минуте добежало в штрафную три человека, когда мы забивали мяч. Также и Маказь, когда забивал, тоже. У нас было достаточное количество людей в штрафной. Поэтому мы эти мячи забили. Чувствуется тренерское удовлетворение от того, что сыграли замены? Маказь забил гол, Дуренко отдал. Разницы нет, кто забил. Надо было освежить игру, именно освежить игру в атаке. И то, что ребята вышли, они лишний раз доказали, что значит все правильно было. Сегодня хозяева, по-моему, 27 фолов совершили. Можно сказать, что они сыграли очень грубо. Я скажу, что у них... Понимаете, грубость... Я учу футболистов играть правильно. И даже те фолы, которые совершали мы, там не было фолов. По мне, судья отсудил. Мне капитет.